Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Александра Веревкина Через 15 минут лагерь был уже затоплен Девушки отдыхают 2017 год Группа спелеологов на месте Они еще не знают, что в ближайшие три дня не просто спустятся на глубину, но и установят мировой рекорд Машина довозит команду до небольшого озера, откуда происходит транспортировка Заброска груза до места базового лагеря у пещеры Так как большая часть наряжения уже развешана в пещере в предыдущих экспедициях, команда идет налегке Несмотря на это, мешков достаточно много, так что группе приходится идти около четырех часов, чтобы перенести весь необходимый груз Ни один из спелеологов в мире такого не испытывал, потому что ты идешь по пещере, она не заканчивается и не заканчивается Павел — лидер и идейный вдохновитель группы спелеологов Окончил морскую академию Тренажерный зал он заменил хореографической подготовкой Перед подготовкой к спуску членам команды необходимо подкрепиться Для приготовления пищи используется снег, который еще не ставил в высокогорье Команда собирает необходимое снаряжение и проверяет, все ли на месте Батарейки, спальные мешки, теплые вещи В пещере обязательно потребуются запасные карабины, баллоны с газом, сменное белье Вся еда и вещи пакуются в специальные мешки и взвешиваются Отвалили несколько камней руками, без всяких кувалт И проползли в небольшой ход, извилистый ход, узкий достаточно Мы все были худые Петр инструктор по подготовке промышленных альпинистов Под его руководством группа рабочих выполняет сложнейшие высотные работы Перед основным спуском группа совершает первый акклиматизационный выход Они разбиваются на маленькие команды, двойки, чтобы удобнее было спускаться и страховать друг друга Спускаются во входной колодец, чтобы забрать снаряжение, которое оставили в прошлой экспедиции И проверить навеску И когда я начинался, да, мне было тоже интересно, смогу ли я сделать так, чтобы мне эта среда не чужда была Чтобы она во мне дискомфорт не вызывала Потому что когда я первый раз попал в пещеру, для меня был очень ужасный дискомфорт Было холодно, сыро Константин Познакомился со своей супругой Анной в одной из первых экспедиций в Абхазию Как только группа начнет спуск, прекратится мобильная связь Но за предыдущей экспедицией спелеологи провели километры телефонного армейского провода внутри пещеры Связь между лагерями осуществляется с помощью специальных телефонов Размотали первых 500 метров провода Сейчас с ростем их и дальше пойдем Прием Они спускаются сюда не в первый раз И уже установили контакт с пещерой В предыдущих спусках пещера открывала им новые пути Каждый новый спуск рождал новые маршруты Именно поэтому команда так увлеклась этой пещерой Для меня лично драйвом было то, что впереди То есть то, что я понимал, что пещера вся впереди Что ее нужно исследовать И что нас что-то ждет такое впереди В 80-х годах Перовский клуб провел ряд экспедиций Нашел продолжение пещеры И углубил ее до 420 метров Эта глубина держалась до 2016 года Тогда начался прорыв по новой ветке Как говорят спелеологи Пещера повалила На тот момент никто не предполагал Что вообще в мире есть пещера Которая обладает таким потенциалом Такой глубиной Пещера Веревкина Это сложная глубокая вертикальная пещера С множеством препятствий Профессиональные съемки В вертикальной пещере немыслимы Поэтому на глубине Их выполняет один из участников спуска Спелеолог Петр Любимов Мне всегда хотелось поделиться с людьми Что там интересно, что там захватывающе Что хотелось показать людям, что там есть В пещере много колодцев Вертикальных участков с отвесными стенами Прохождение которых возможно только по веревке На самом деле, когда ты находишься на веревке То ты один Ты один, у тебя много свободного времени для головы Потому что ты, в принципе, очень часто совершаешь Автоматические какие-то движения Мы идем по пещере уже около 4 часов И спустились всего на 300 метров Но при этом Это самое сложное участок пещеры Потому что где-то буквально через 100 метров Начнется широкий колодцы Как правило, колодцы чередуются горизонтальными ходами Меандрами До глубины 400 метров Эти меандры очень узкие И проходятся очень тяжело Такие узости называют шкурниками Поскольку их приходится преодолевать ползком Продираться, словно сдирая с себя шкуру После 400 метров Пещера расширяется Появляется тектонический разлом Здесь основное препятствие 150-метровый колодец Баба Тунда Который проходится небольшими группами Далее движение происходит горизонтально по разлому Где и находится первый основной базовый лагерь пещеры Лагерь 600 Палатка, коврики, посуда, запас еды и газа Уже находятся в лагере После лагеря 600 пещера также развивается вертикально Несколько колодцев, горизонтальный меандр и следующий резервный лагерь тысяча Влажный и некомфортный Такие лагеря используются изредка на случай затопления Тем не менее, спелеологи пытаются максимально обустроить комфорт Например, изготавливают подушки для сна в условиях пещеры Три рулона туалетной бумаги Кладем их раз, два, один посередине Сворачиваем Добавляем накалейники для мягкости Получившуюся конструкцию засовываем в наволочку Из мусорного пакета Уже следующий постоянный лагерь 1350 Основной У нас есть водичка Профильтрована через 1350 метров горной породы Чаще всех готовит лидер группы Павел Демидов Заядлый любитель кулинарии Вот смотри Здесь полкило помидор Или килограмм Ничего не весит Вообще Вот, ну, когда обжариваешь кабачки Полить их лимонной кислотой Получается очень своеобразный такой кисло-сладкий вкус После лагеря 1350 снова каскад колодцев, который заканчивается сифоном Это полностью затопленный ход, который ведет в тупик Именно в этот непроходимый тупик зашла команда в февральской экспедиции 2017 года Спелеологи думали, что на этом пещера заканчивается Февраль 2017 года Прибыть к месту входа в пещеру в этот сезон можно единственным способом На вертолете Трудности возникли сразу же Маленький вертолет не может забрать большую команду с вещами И высадить на необходимой высоте выше двух километров На этот раз команде повезло Вертолет МЧС Ми-8 забрал команду Далеко не отходите, пять метров Стой, стой! Буквально сто метров переноса мешков И команда во главе с Павлом Демидовым окажется возле пещеры Зимняя экспедиция усложняется тем, что из-за большого количества снега Спелеологи должны найти и откопать вход в пещеру Безопасно ли нынче? Пещера в Ухазе Это такое место, куда хочется вернуться Ни для кого же не секрет, что пещер много разных В разных уголках и России, и вообще мира Но ощущение вот того веревкинского воздуха Оно, наверное, ну лично для меня только там Экспедиция оказалась очень успешной Мы находимся где-то на 1600 Это первый раз моя такая глубокая пещера Я думаю, она станет самой глубокой И ощущаю себя очень круто Думаю, будет страшно, но все окей Идем дальше вниз Когда пещера пошла, грубо говоря Основная задача была исследовать, открыть как можно больше новых участков Спуститься как можно глубже Сначала команда уперлась в сифон Но на следующий день обошла его и вышла на новую глубину 1832 метра О, новая пещера Офигеть Пещера, вот иди Не знаю, не знаю Там дальше, о, пещера не закончилась Начались географические открытия То есть мы там нашли какие-то новые ходы Наметки на то, что мы там сможем сделать что-то больше А это интересно всегда Электричество уже не осталось Перфораторы разряжены Теперь им нужно вручную развесить более 100 метров веревки на новом участке И возвращаться на поверхность После этого открытия пещера Веревкина становится второй по глубине в мире Но команда не сдается И уже летом едет в новую экспедицию Чтобы получить первенство и установить рекорд Круппа действует продуманно И невероятно осторожно Никто не верит в то, что из пещеры можно не вернуться Спелеологи в очередной раз спускаются в пещеру На этот раз они намерены пройти ее до двух километров На глубине 1800 метров им преграждает путь полусифон Не полностью затопленный ход, в котором есть воздух Пройти такие участки пещеры можно только в гидрокостюме После прохождения полусифона И каскада вертикальных колодцев Команда спускается в промежуточный аварийный лагерь 1900 Сейчас мы находимся в лагере 1900 метров Пещера стала реально очень большая То есть уже двумя лагерями мы никак не можем обойтись Приходится устанавливать лагеря через каждые 400 метров Далее идет широкий ход с песком Натечными стенами до глубины 2100 метров Где команда устанавливает самый нижний базовый лагерь Здесь вместо камней полусыпан мелким песком Что позволяет спелеологам крепче спать Песок, который у нас находится в нижней части пещеры Веревкина Это по сфоматемическому составу Он отличается от породы, внутри которой мы находимся То есть от стен под микроскопом при большом приближении Он виден как кристаллы Отсюда начинается самая интересная часть пещеры Горизонтальный участок в форме лабиринта Общей протяженностью более 7 километров в сторону моря И везде, в принципе, пещеры одинаковые И тут вдруг у нас в Абхазии, где уже все мы видели Все, везде мы были И вдруг мы выходим вот в такие вот галереи Которые абсолютно... Ну, то есть я до этого ничего похожего не видел Потому что там шоколадного такого цвета Цвета темного шоколада стены Огромные ходы И пол весь засыпан абсолютно вот таким вот тонким-тонким-тонким песком Белого цвета Идем сейчас исследовать сифон самый дальний Команда спускается в самую глубокую точку пещеры И планеты на сегодняшний день Донный сифон Осталось только измерить его, чтобы установить точную глубину 2212 метров Это мировой рекорд Да я тебя обниму Милый ты мой Ну, рекорд не случается просто так Да, это результат, наверное, такого серьезного труда Вера в себя, в успех, в свое окружение Ну и в первую очередь тяжелый, кропотливый труд Всего 5 экспедиций потребовалось команде, чтобы пройти пещеру до самой нижней точки И установить рекорд Сентябрь 2018 года Пещера Веревкина, глубочайшая в мире Вызвала интерес британского спелеофотографа Робби Шона Сегодня он признанный во всем мире фотограф, который умеет снимать в вертикальных пещерах Главный специалист по съемке на глубине в National Geographic Ход пещеру вон там, где самое темное место Рядом с горизонтом Да Чтобы состыковаться с Робби Экспедицию приходится перенести на сентябрь Этот месяц коварный из-за возможного обилия осадков И вследствие паводков Резкого подъема уровня воды Спелеологи знают, что донная часть пещеры затапливается И нужно быть аккуратными Особенно в этот год Когда на Черноморском побережье прошли активные ливневые дожди Но следов подтопления не видно А в нижней части пещеры имеется огромный объем ходов Более 7 километров Изначально, когда мы попали в эти донные лабиринты Мы вообще не думали, что там когда-то бывает вода Потому что она там не проявляет себя никаким способом Спелеологи уже не раз видели затопление Им кажется, что даже из самой трудной ситуации есть выход Но опасность непредсказуема даже для такой опытной команды 11 часов дня Звонок из лагеря 1300 Двойка, которая уже выходит на поверхность Сообщает, что идет ударный паводок Вся мощь воды проникает вниз в щели и полости Через считанные минуты в тоннеле начинается рев Свист камней Оттуда вырывается огромный объем воды Мощный водопад, который обрушивается в колодец В 50 метрах от стоянки Мощная волна И она как бы с таким звуком электрички Собрать лагерь и подняться на верхние уровни пещеры Значит, потерять три дня Команда решает остаться и ждать Как будут развиваться события Это пришел ударный паводок На самом деле мы очень волнуемся Потому что двое наших друзей сейчас Идут к нам в лагерь Главное, чтобы их не накрыло колодцы Полусифоном И в самом полусифоне Спасибо, что вы говорите Отраженная струя Через два часа поток усиливается настолько Что заполняет весь колодец И четко приближается к лагерю У спелеологов остается ровно 15 минут Чтобы надеть гидрокостюмы, снаряжение Взять самое ценное Спальники и горелки Робби успевает достать флешки с фотографиями из камеры Но всю видеотехнику приходится оставить внизу Команда успевает выбежать в аварийный лагерь 1900 С четырьмя спальниками на восьмерых Эти четыре спальника нам помогли пережить Следующие две ночи Конечно, было так страшно И на душе немного неспокойно Вдруг нам вода не даст где-то там дальше проскочить Смыл нас, смыл весь лагерь Затопил полностью все галереи, в которых мы стояли Мы в последнюю секунду спаслись по навеске Поднялись в лагерь 1900 Все банки, в которых была аппаратура, раздавила давлением Извело водой Но, в общем-то, спасти их мы не смогли Команда поднимается на поверхность Оказывается, в эту ночь прошел дождь десятилетия Что чувствует шнац-спелеолога? Во-первых, всегда это... Ты понимаешь, что ты человек, и не можешь не отпустить Это его смысл, его жизнь Это просто его страсть И, с одной стороны, это отдых, а с другой стороны, тяжелая работа И, при этом, ты понимаешь, что каждая экспедиция, она может закончиться плачевно Конечно, ждать вот известия, да, о том, что на момент выхода из пещеры, наверное Вот это вот самый такой вот момент, такой острый Эта камера попала в паводок и погибла Но лучше потерять камеру, чем в нашей жизни Что ты сейчас чувствуешь? Боль, локти болят, колени болят Участники делятся страхами Но даже не думают отречься от своего увлечения Ведь пещера – это бесконечные личные и научные открытия Новые ходы – радость первопрохождения Бзыбский хребет, пещера Напра, 2003 год Очень строптивая лошадь, с ней будет трудно Впереди у них 20 лет открытия неизвестных глубин Веревочка для восхождения Такая почти что новая Один раз мы на ней расходили В то время никто из молодых людей не знает о том, что хобби останется с ними на всю жизнь И будет их основным пристрастием Когда-то Павел открыл для себя искусство танца Сейчас он регулярно, три раза в неделю посещает танцевальную студию современных танцев Танцую сейчас для себя, занимаюсь в коллективе Такие тренировки хорошо помогают физически подготовиться к будущим спускам в пещеру Все танцуйте После того, как в мире услышали про открытие глубины К спелеологам обратились многие ученые Всем захотелось иметь образцы из пещеры Веревкина Команда спелеологов превратилась в команду научных исследователей Теперь задача Павла и всей команды не только спорт Глубочайшая пещера становится лабораторией по изучению окружающего нас мира А Павел сталкером между различными науками и культурами На базе глубочайшей пещеры ученые могут реализовывать свои проекты Спелеологи, собственно говоря, это исследователи И мы понимаем, что от точности и аккуратности нашей работы Зависит знание человечества, знание наших коллег Группа итальянских спелеологов прилетает в Москву Чтобы отправиться в пещеру Веревкина вместе с командой Перрова спелео Итальянцы попробуют действовать в русском коллективе, в русской тактике Что представляет интерес для развития их опыта Хотя это не так просто, как может показаться на первый взгляд Здесь приветствуется неиндивидуальный стиль хождения Где все приезжают из разных команд И у каждого свой мешок, своя аптечка и еда На первом месте здесь коллектив Все общее Командное снаряжение и еда Все работают на один общий результат Будет ли это близко спелеологам из Италии? Готовы ли они отказаться от личного комфорта, чтобы было проще работать в единой команде? В пещере много уникальных живых существ Итальянские коллеги вызвались помогать в сборе научных образцов Павел объясняет им, как правильно это делать Необходим специальный раствор и пробирки Если заметите любое живое существо на пути Просто откройте пробирку, положите образец внутрь и закройте Животных? Да, животных Сюда помещаем рачков, скорпионов и пьявок Среди членов команды есть микробиолог Анна Барашкова Она дает указания по сбору образцов с нескольких уровней пещеры Соответственно, после того, как проба отобрана Пробирка подписана Все это уходит в пакет и больше не раскрывается Павел собирает пробу микробиологии Глина на камне представляет собой мелкие ворсинки Исследования образцов микробиологии будут проходить по двум направлениям Изучение подземной микрофауны И поиск новых поколений антибиотиков на основе грибов и плесени Которая обитает в пещере Возможно, мы уже какую-нибудь в этих образцах грибиоты Какую-нибудь бактерию, которая, не знаю, будет есть марсианский грунт И вырабатывать из него чистое золото Или, не знаю, какой-нибудь материал, из которого будут потом дома все на Марсе построены Или вода потечет Температура в пещере достаточно низкая 3-4 градуса 100% влажность Поэтому активный рабочий день в пещере обычно длится не более 10 часов Чтобы избежать неожиданных сюрпризов и зафиксировать глубину Каждая группа спелеологов обычно составляет карту пещеры Топосъемку Наша группа не исключение При помощи приборов измеряют протяженность ходов Их наклон, направление Каждая новая часть пещеры должна быть откартирована Центральный ход, вот развилка Туда идет с веревкой Это правая сторона Тут просто не то, что дождь или гроза Тут просто струи воды адские какие-то И мы просто все вымокли до нитки Лагерь тысяча На этот раз в пещере очень много воды Фабио и Ромео собираются выходить обратно в лагерь 600 Фабио связывается с Франческо, который идет в другой тройке и еще не успел спуститься, чтобы договориться с ним о встрече Фабио натер обвязкой бок так, что он больше не может нести мешки Он чувствует, что идет слишком медленно Ромео, чтобы не оставлять Фабио одного, как настоящий друг пойдет с ним наверх Спуск оказался слишком сложным Они не ожидали, что будет так тяжело и непривычно работать в так называемой русской тактике Большинство спелеологов, не только России, но и мира Не все физически способны спуститься на такую глубину Итальянцы рады встрече в лагере 600 Ты краснеешь, если кто-то на тебя смотрит И ты потрясающая, когда ты поглощена своими мыслями, своими заботами Фабио и Ромео скоро поднимутся на поверхность Франческо же вписался в русский коллектив и решает продолжить спуск Зачем человек идет в пещеру? Исследование пещеры – это экстрим Оно всегда сопряжено с риском Ограниченное пространство, темнота, холод и сырость – условия не для слабонервных Человек хочет что-то преодолеть всегда И превзойти либо самого себя, либо какие-то природные явления Либо соперничать с другими людьми На каждом шагу опасность Камнепады, узости, обводненные участки Снаряжение уязвимо, от потери света ты не застрахован Спелеология – это настоящее преодоление и узнавание себя Мы спустились на дно, на самую глубокую точку пещеры веревки Донный сифон Для того, чтобы предупредить будущие паводки В донной части пещеры спелеологи устанавливают логгер уровня воды Прибор, который позволяет записывать давление в постоянном режиме Начали более внимательно заниматься изучением гидрогеологии Именно локальной гидрогеологии вот этой нашей пещерной системы Потому что, собственно, это нам жизненно важно С помощью измерений логгера спелеологи смогут понимать Доходит ли вода до лагеря 1900 Чтобы не повторить опасности из недавнего прошлого Ярославская область, город Барок, лаборатория РАН Именно сюда Павел привозит обнаруженные образцы из пещеры Пиявки, креветки, ложно-скорпион, бокоплавы То, чем мы занимаемся, то, что мы находим у себя в пещере в Веревкино Это небольшие беспозвоночные Их будет исследовать ученый-биолог Илья Турбанов Пиявка, кстати, она хищная В принципе, основу ее питания составляют как раз-таки бокоплавые креветки То есть это не те пиявки, которые пьют кровь Основная масса пиявок – это все равно хищники Идея вот такая – привлекать ученых для работы в пещере Чтобы они реализовывали свои научные проекты Она интересная И вот Паша, вот он молодец, что придумал это Я всецело с ним согласен и поддерживаю его Один из видов, обнаруженных в пещере, абсолютно новый, еще не изученный биологами Был назван в честь открывателя Демидовым Полученные образцы позволят исследователю провести ДНК-анализ В этот раз в группе присоединились не только итальянские коллеги Но и фотограф-англичанин Робби Шон с помощником Джеффом Уэйдом В последней экспедиции Робби не успел доснять все, что хотел А ведь пещера – огромная и удивительная по своей красоте Раздолье для фотографа, который не побоялся вновь испытать судьбу Идите! Шесть, пять, четыре, три, два, один Слишком быстро, Наташа Робби – настоящий творец Он делает по 20-30 дублей, пока не получит идеальный кадр Мы закончили! Хочу сказать, что Робби Шон в своей голове, конечно, такие картинки создает, которые нам и не снились Просто это настолько потрясающе Он настолько по-другому видит все, что здесь происходит в пещере Просто настолько совпадает с моим каким-то внутренним ощущением Какой он цвет сейчас здесь передал Всех этих стен шоколадных То есть это просто биткалек Наконец-то! Мы закончили! Сколько дуглей? 78 батареек Павел Демидов приезжает к Робби Шону, чтобы выступить на международной горной конференции в Инсбрукском университете Не обходится и без подарков, забытых в пещере Открывай глаза! Павел и Робби тщательно готовят презентации к выступлению Привет, я Джина Приятно познакомиться Джина, морковку? Павел, рада встрече Какое приветствие, спасибо Двух лампочек будет достаточно? Важной частью выступления станет шоу Секреты съемки в вертикальной пещере Павел, тестируем Три, два, один Зажигаем Павел, приготовься Приготовился Ты готов зажечь вспышку? Да, я готов Три, два, один Зажигаем У тебя есть другая? Есть, две Лампа не сработала Не всегда все идет по плану Невеста Робби Шона, Джина Мозли Ученый Инсбрукского университета Занимается исследованием палеоклиматологии Она попросила команду Павла взять образцы сталагмитов Натечных образований с разных глубин пещеры Павел и Константин взяли два образца на глубине 600 метров И в донной части на глубине 2100 Сталагмит необходимо спиливать специальной технологией Подсверлить перфоратором и снять вместе с корнем Павел приводит образцы сталагмитов в университет Инсбрука По изучению слоев можно датировать возраст образования сталагмита И узнать, насколько был активен климат снаружи пещеры Джина разрезает образцы, чтобы обработать и взять пробы Посмотрите на эти натеки Очень красиво Посмотрите, этот образец отличается Тот коричневый, а этот белый В составе того есть гуминовая кислота из натеков А у этого нет Этот кажется более чистым Джина поручает взятие пробы Студенту-магистранту университета Джонатану Дегенфелдеру Здесь более темная область Не отшлифованная Пробы были отправлены в лабораторию США Где сделаны анализы И установлен возраст сталагмитов Удивительно, что донный сталагмит Из массивных реликтовых галерей оказался совершенно молодой Всего две тысячи лет В то время как возраст верхнего образца Датируется шестьюстами тысячами лет Когда сталагмит находился в пещере Он рос под падающими на него каплями И в этой воде сохранился химический состав растительности, почвы, атмосферы и даже океана Вся информация имеется в этой воде Павел вместе с Робби, конечно же, доехали до Международной горной конференции в Инсбруке Что особенно интересно в нашем открытии То, что ниже двух тысяч метров существует очень сложная система лабиринтов Три, два, один, зажигаем Видите, как медленно сгорает лампочка? Пять миллионов люминов на пике, а затем они рассеиваются Из-за пандемии COVID-19 команда вынуждена менять планы Экспедиции в пещеры на массиве Арабика летом 2020 года отменяются Но Павел Демидов планирует все же выйти в первую доступную экспедицию с другой группой 1 августа открывается граница с Абхадией Глубина зовет Павел присоединяется к спуску команды Кейвикс в пещеру Интеграл Расположенную к северу от пещеры Веревкина В прошлом году мы нашли абсолютно новую пещеру Три года мы здесь работали Ничего не могли найти сколь-либо значимого А тут новая пещера И сразу прошли ее до 200 метров Поэтому в этом году решили обязательно оказаться Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом Оказаться в Абхазии, в горах и именно в этой пещере Трагедия случается уже на глубине 305 метров Павел выходит к Меандру В последней исследованной точке пещеры И отправляется обратно за веревкой Его напарник Станислав Хомяков Остается очищать уступ от опасных камней Обеспокоенный долгим отсутствием Павла Станислав возвращается Павел стал жертвой обвала глины и камней Пульс уже не прощупывался Такая ситуация могла случиться тысячи раз С каждым из нас То, что произошло, это либо воля случая Либо просто что Члены команды Кейвекс понимают Что втроем не смогут вытащить Павла Из завала на поверхность Они принимают решение Собирать спасательную команду Уже на следующий день 15 лучших спелеологов России Приезжают на помощь Конечно, среди них Коллеги и друзья Павла Петр и Константин Он был придавлен Большим камнем Величиной с холодильника примерно И вдобавок Выспалось еще большое количество Глины с камнями Группа быстро закупает Необходимое снаряжение Около 200 килограмм Уже на месте Планируется график работы Запись ведется в специальный журнал На помощь спелеологам Прилетает группа спасателей МЧС Абхазии Снега на поверхности практически нет Поэтому спасатели Снабжают спелеологов водой Сложно, да, конечно 5-6 дней там Только подготовка Чтобы к нему подойти Чтобы В первую очередь Техника безопасности В общем, себя надо Безопасить, чтобы его вытащить Давай мы завтра Завтра он здесь работает Здесь работает Вот тут работает Перед группой стоит непростая задача Необходимо вытащить Павла из завала так Чтобы больше ни один спелеолог не пострадал Тянем Стоп Общая цель Когда люди, которые хотят создать команду Они собираются вместе И видят, что именно вот В таком составе Они могут решить Сложные задачи Вертолет МЧС Абхазии прилетает Чтобы безопасно перевести Павла на территорию России Несмотря на сегодняшнее несчастье Команда Кейвикс через год снова окажется здесь И будет работать в этой пещере Пытаясь сравнить ее глубину с соседней Пещерой Веревкина Если эта пещера новая В дальнейшем станет глубокой Большой Мы назовем ее Демидовской пещерой Пещера Одно из немногих мест на Земле Где ты можешь почувствовать себя Настоящим первопроходцем Самым первым человеком Который ступил на этот кусочек Земли Потрясающе, когда ты смог дойти до глубин не один Со своими коллегами Невероятно, когда ты привел сюда тех Кто зафиксирует всю красоту и опасность подземного мира И, пожалуй, исключительный случай постижения глубины Когда благодаря твоим усилиям Пещера вдохновляет науку на новые исследования Спасибо, товарищи Благодаря спуску Павла Демидова и российской команды Которая скоро стала международной Пещера Веревкина открыла свои глубины Всему современному миру И вместе с тем она остается загадкой Приманивающей к себе первооткрывателей Кто знает, кому она откроет новые ходы За пределами своей глубины Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok